Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался, что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Начинаем. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня у нас в гостях американский писатель Борис Фишман. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Также пишите нам в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ или в Фейсбуке на страничке радио Болтком. Болтком через АК. Я вас подробнее представлю, а вы скажите, все правильно или, может быть, что-то исправим. Итак, Борис Фишман, писатель, родился в Минске. В Минске, но с 88-го года, то есть 9 лет, живет и работает в Нью-Йорке. Имеет степень бакалавра по русской литературе Принстонский университет, степень магистра по художественной литературе Университета Нью-Йорка. Печатался в таких изданиях, как Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс, Уолл-Стрит Джорнл, Гардиан и многих других. И получил высокую оценку литературных критиков. Его роман «На пересаженной почве» попал в сотню самых значимых книг 2014 года по версии газеты Нью-Йорк Таймс. Роман переведен на многие языки мира. Все верно? Да, мне было интересно, как вы меня представили как американский писатель. Обычно я такого простого обозначения не имею. Всегда существует какая-то черточка. Русско-американский, советско-американский. Как минимум в Америке. Приятно иметь такое ограничение. Вот такое и все. А каким вы себя чувствуете? То есть для вас важна вот эта привязка к месту рождения? Ну в душевном смысле, конечно, важна. Но в профессиональном совсем нет. Я, как любой творческий человек, желаю себя считать писателем. Точка. Всемирным или никакой особой нации не принадлежащим. Поэтому могу быть американским, могу быть бывшим советским, могу быть русским. Но желаю быть просто без никакого предисловия. Просто писателем. Вы уехали из СССР, получается, в возрасте 9 лет. То есть, несмотря на то, что большую часть жизни вы провели в Америке, вы все равно чувствуете, вы сказали о том, что могу быть советским? Да, но я подчеркиваю также, что вот советским, а не белорусским, не русским, не... Потому что мы уехали, когда был Союз, и этот Союз у нас остался. Он в какой-то мере... Его уже больше нету ни в России, ни тут. Но там он еще есть, в Америке. То есть набрать он... Точно, он сохраняется. Законсервированный. И даже иногда передается следующему поколению. Это очень странно, это все видит. Но это было бы неправдой, назвать себя каким-то другим, а не советским. Это вот вы... Мы в этом болоте как бы вращались и продолжали даже после того, как мы приехали в Нью-Йорк. А почему, на ваш взгляд, так происходит? Я был на Брайтон-Бич, был вот в русской диаспоре, и действительно там вот ощущается вот такое некое законсервированное прошлое. Это кафе Татьяна на берегу там, и люди, в общем, которые живут, наверное, вот в каком-то ощущении вот тех даже 70-х, 80-х годов. Вот почему в Америке? Это уникальное качество американской культуры, которое меня самого всегда поражает. Приезжают эмигранты, и Америка как бы им их... Оставляет их свободными жить, как они желают. Хочешь быть советским, будь советским. Хочешь быть пакистанцем, будь пакистанцем. Вот только если ты не нарушаешь закон, то, пожалуйста, делай все, что хочешь. Мне кажется, такой страны, такого подхода к вопросу нигде на свете больше нет. Это имеет некоторые преимущества, в смысле того, что когда человеку говоришь, будь такой... Ты совсем не обязан быть американцем, будь каким хочешь быть. То есть, будь собой. Быть собой. Когда не заставляют кем-то быть, сразу хочется быть тем, кто вас принимает. А если заставляют быть кем-то, то сразу вспоминается какая-то национальная гордость, которая, возможно, бы с радостью оставилась, если бы не заставляли. С другой стороны, это позволяет людям оставаться такими психологически, какими они вообще были 30-40 лет назад. А мир двинулся вперед. Может быть, не вперед, а в сторону или даже назад. Но он двинулся. И многие из этих людей оказывают... У них совсем отсутствует любопытность по отношению к той стране, которая их вообще достаточно щедро приняла. То есть, они создают свой мир по образу и подобию того, из которого уехали. Точно. Точно. И мне кажется, этим можно и гордиться, и стыдиться. Потому что это изолированный такой замкнутый мир, который пора ворота уже раскрывать. Пора жить по-другому. Так что я очень люблю туда ездить, но ненадолго. Ну, вообще, это насколько актуальная проблема для выходцев из бывшего Советского Союза? То есть, если мы берем в качестве такого хрестомасийного примера Брайтон-Бич, вот эта концентрация людей, которые приехали из СССР, насколько это большой процент тех иммигрантов, которые не хотят интегрироваться, не хотят в полной мере погрузиться в американское общество, а вот остаются в рамках своего такого законсервированного социума? Вы знаете, вот в этом районе окружающего Нью-Йорка чуть ли не полмиллиона русскоязычных людей. Уже совсем меньшинство продолжает жить в Брайтоне. И на Брайтон-Биче живут меньше людей, которые приехали вот в эти бывшие волны эмиграции 70-80-х лет, а все больше таких временных экономических иммигрантов в сурскоязычных стран бывшего Советского Союза, Грузия, Украина, Таджикистан. Так что народ изменился, и там очень часто живут люди, которые не собираются оставаться в США навсегда. Они приехали заработать. А те, которые там раньше жили, приехали ради политического убежища, они уже многие уехали в Нью-Джерси, в Коннектикут, в Манхэттен, в другие места города. То есть Брайтон-Биче – это такой перевалочный пункт. Точно, точно. Но даже эти люди в себе сохраняют какую-то русскость, между которой… Вот, например, я думаю про своих родителей. Они живут полностью американскую жизнь. Они живут в городке недалеко от Нью-Йорка, в штате Нью-Джерси, работают в городе. Никто в этом городе по-русски не говорит, там русскоязычных жителей нету, но они остаются в душе значительно советскими людьми. Как это выражается? Не в еде, кушают они американскую еду, но общаются они по-русски, тянутся они к русской культуре, смотрят они фильмы с России, слушают они русское радио, что все возможно. Когда полмиллиона людей русскоязычных, то есть у нас 11 русскоязычных газет в этом районе, оперирующих. То есть только в районе? Да, 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 да. И как-то все выживают. Поэтому это находит жизнь вдалеке даже от этого эпицентра Брайтона. Что меня поражает и интересует больше всего, что будет следующим поколением, дети этих людей. Какой жизнью они будут жить? И меня продолжает как бы удивлять, что даже они сохраняют в себе качество нашей бывшей жизни, как и положительной, так и отрицательной, вот этого периода, который нас породил, советский период. То есть получается, что инерция советского времени, она сильна в том числе и в США, вот для выходцев. Это точно так, да. Ну а что касается ухудшения или эскалации отношений между Россией и Западом, вот каким-то образом это отражается на выходцах из бывшего СССР? Потому что, например, в Латвии очень сильны симпатии к Владимиру Путину, к действующей российской власти со стороны местного русскоязычного населения. Вот в Америке как это ощущается? Это интереснейший и сложнейший вопрос, потому что среди этих людей одновременно нельзя сказать ненависть по отношению к бывшему Советскому Союзу, что теперь олицетворяется Россией. Есть какое-то, мне кажется, даже нежелаемое уважение по отношению к Путину, как к человеку силы и порядка, так? Но это говорит советская тренировка в этом мнении. Но вообще эти люди, подавляющее большинство из них в Россию не ездят. Если мы говорим сознательно, то особенно положительных чувств у них к этому месту нет. Почему? Потому что большинство из них евреи, которые терпели угнетение за это. Ну, то есть, помнят пятую графу и так далее. Слишком ярко, так? Но давайте вспомним, что они остаются советскими гражданами в каком-то переносном смысле. То есть, рожденные в СССР, как пел Юрий Шевчук. Точно. И они сохраняют в себе некоторые советские привычки и понятия о мире, которые часто руководят российской политической жизнью также, мне кажется. И поэтому они достаточно отрицательно относятся к американскому правительству, которое им очень часто кажется слабым. Им кажется, что это правительство не сражается с той реальностью, которая существует на свете. Что их реальность слишком идеализированная. Что много иллюзий. Кто хороший, а кто нет. Вот. И эти люди считают, что вопросы решаются силой, а не дипломатией. То есть, получается, что находясь в Соединенных Штатах Америки, они все равно живут по принципу авторитарной власти. То есть, уважение к авторитарной власти, оно больше и сильнее выражено, чем к демократическим институтам. Точно так. Любви к России особо нету, но ими руководят советские вот эти понятия авторитарные. И вы знаете, у нас сейчас в США, к сожалению, возрождается какая-то политическая традиция, в которой даже таким людям, у нас своя, получается, американская советская традиция порождается, в которой такие люди могут найти понятия и сторонников и так далее. Я говорю про Трампа и людей, которые его поддерживают. То есть, Дональд Трамп, вы вот подошли к этой теме, это такой своеобразный американский феномен, потому что, казалось бы, что США уже прошли определенный политический путь, есть определенная политическая культура, но в то же время Трамп является реальным претендентом на пост президента США от республиканской партии. Многие считают это такой своеобразной сенсацией. Вот что произошло? Ну, нельзя назвать это сенсацией, да, но для меня это трагедией. Не потому, что я человек либеральный или нет. В некотором я либеральный, в некотором я нет. Я желаю иметь в какой-то мере непредсказуемые политические позиции. Расстраивает больше всего то, что этот человек не владеет ключевой информацией о мире и о политических ситуациях, которые существуют. Можно людям не соглашаться о каких-то точках политики, но нужно владеть самыми элементарными фактами о том, что происходит и то, что нет. В нашей культуре царит некоторый культ, помогите мне перевести, а может быть и не надо переводить, это слово известно всем, селебрити. Это люди шоу-бизнеса, я сейчас немножко упрощаю, то есть это известные люди, которые… Люди, которые знамениты по одной причине или по другой, и которые знамениты не потому, что они чем-то талантливые или чем-то отличаются, а потому, что существует интернет, который размножает их поступки, поведение… Это феномен Ким Кардашьян. Точно, 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 вот. И я ей желаю только самого лучшего, но когда это перепродается как экспертиза политическая, это нехорошо, потому что быть знаменитым из тех вещей, из-за которых знаменита она, и быть человеком, не только знающим о политике, но также умеющим заниматься этим очень сложным делом – это две разные вещи, к этому нужно готовиться, к этому нужно готовиться, особенно в сегодняшнем крайне сложном мире. Вот. И вот то, что такой человек, как он, может стать претендентом на президента в США… Ну, претендентом он уже стал, он теперь может стать президентом. Претендентом, к сожалению, да. Для меня достаточно грустно, как гражданином, как гордым гражданином этой страны. На ваш взгляд, все-таки, как вы объясняете тот факт, что Трамп реально претендует? Вот есть несколько версий, одна из них достаточно популярная, о том, что благодаря геополитической ситуации, благодаря растущей активности России, Трамп смог добиться таких высот. Другие говорят, что поскольку он достаточно раскрученный персонаж, целебристис, вот тут же как-то это вот все стало возможным. Ну, и третий вариант, что демократы многих разочаровали, потому что не все далеко разделяют то, что делает Барак Обама, его считают слабым, там, сирийская, ближневосточная история и так далее. Вот ваша версия, почему Трамп возник на политической арене? Объясняю. Значит, существует публика в США, которая, как правильно сказать, которая оставляется позади глобализации. Те вещи, которые они делают, делаются дешевле в других частях мира. Им нужно учиться на другие профессии, чего они делать не желают, что прекрасно понятно, если всю жизнь готовился к одному, не хочется в 56 лет, начать заниматься другим, и, возможно, за другие деньги. Но, к сожалению, мир меняется экономически. И особенно сейчас ценится вот эта гибкость профессиональная, которой у этих людей нет. Появляется Дональд Трамп, который в ихнем понятии на протяжении своей карьеры заработал огромные деньги. А в Америке уважают человека, который, им кажется, с нуля сделал себе большие деньги. Это олицетворение пресловутой американской мечты. Да. Хотя я не уверен, что он идеально олицетворяет вот эту прототипу, но это отдельная беседа. И Дональд Трамп им говорит, я приду, я все поменяю, и у вас будет хорошо, у вас будет, как получилось у меня. И это такое соблазнительное предложение, что, мне кажется, многие эти люди не спрашивают нужные вопросы. А как вы это сделаете? А как, вот если вы вернете продукцию маек в США, с Бангладеша, вот эти компании, которые убежали в Бангладеш, чтобы там было дешевле работать, мы их вернем в США. Мы заставим их вернуться в США тарифами. Какое последствие этого поступка? Я должен подчеркнуть, что я тут говорю, я вообще в экономике понимаю очень мало, я не сторонник ни одного, ни другого. Я просто говорю о фактах, даже которых такой идиот, как я могу понять. Если мы возвращаем продукцию маек в США, они теперь будут стоить не 8 долларов, а 25. И те же самые люди, которые хотят обратно эти работы, они также должны будут платить 25 долларов за эти майки. Они не только будут получать теперь 15 долларов в час за продукцию их, они также теперь должны будут платить 25 долларов, чтобы их покупать. И обо всем я говорю в переносном смысле, потому что речь идет не только о майках, а обо всем на свете. Сталь, йогурт, ну все. И поэтому эти детали не обсуждаются. Я слушаю постоянно его презентации, его беседы, его диалоги, в них факты не играют роль. Если бы этот человек представил какие-то предложения, которые имеют какой-то смысл, логику убедительную, построенную на настоящих фактах, которые существуют, даже я бы его с радостью послушал. Но беседа не фактуальная. Также меня ужасно расстраивает, что этот человек, вот он смотрит на вот этот стол и говорит, вот это не стол, а это слон. А вот это не сена, а это яблоко. То есть на черное говорится белое, на белое говорится черное без капли стыда. Я должен сказать, что этот человек не олицетворяет те качества, ради которых мы уехали в США. Если посмотреть на освещение этой кампании американскими средствами массовой информации, телеканалами, известно тоже определенное разделение, Fox News, CNN и так далее. Вот можно ли провести параллели с тем, что происходит в России? Вот насколько адекватно американские средства массовой информации отражают эту президентскую гонку? То есть вы спрашиваете американские СМИ, как правильно понимать ситуацию в России? Нет, я хотел сейчас даже поговорить о том, насколько они независимы, беспристрастны, объективны, и можно сравнить это с российскими телеканалами, которые тоже в определенном ключе показывают, например, выборы президента. Ну, во-первых, я не так же близко знаком с ситуацией в России, как в США, но я работал журналистом в множестве разных публикаций, и независимость объективных, объективность в этих местах защищается, ну, с религиозной силой. Корреспондент свободен писать ту правду, которую он или она находит. Даже газета, как New York Times, то есть в страничке, где пишутся колонки не фактуальные, а мнения, авторские мнения, да, там появляется столько же консервативных, как и либеральных. Мне кажется, вот очень часто обвиняется американская СМИ в какой-то, в предрассудке, в либеральном предрассудке. Это, наверное, правда, но тут никаких, тут никакого секрета нету, это просто люди, которые интересуются какой-то правдой в проверке фактов, в проверке правительских объявлений и так далее. Это люди, которые обращаются к журналистике. В среднем, наверное, политически эти люди тянут левее, чем правее. Но даже учитывая это, я должен сказать, что в моем опыте это крайне объективная профессия. И этика, которая руководит этими людьми, меня всегда очень поражала. Насчет России я не знаю, что сказать, потому что я знаю, что мы слышим не только от американских СМИ, а также от людей, работающих и живущих в России, что у российских СМИ такой свободы нет. То есть могу начать упоминать разнообразные примеры, но тут дело не в этом. Если может позвонить человек, который может мне объяснить, что я не прав, я с радостью этого бы послушал. Но мне кажется, ситуация значительно разная. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните нам, также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. Борис Фишман, американский писатель, у нас в гостях сегодня. Надевайте наушники, у нас много звонков на линии. Выслушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вот ваш собеседник указал на один из, как он, наверное, подумал, из коренных недостатков Трампа о том, что он не владеет информацией, особенно, значит, то, что касается зарубежных дел, то, что происходит в мире. Извините, у вас все президенты никогда не владели достаточной информацией, во всяком случае те, которые были кандидатами в президенты. Вы вспомните вашего самого успешного за последние годы президента Рейгана? Он бы вообще не знал названия многих стран, не то, что там, значит, говорил о каких-то проблемах внешней политики. Так и Трамп все же определяет команду, которая у него будет. И если его, как говорится, захотят, то всегда поправят. И второе. Очень счастлив тот журналист и вообще тот работник средств массовой информации, когда его мнение совпадает с мнением редакции. Это отличная вещь. Она приносит ему успех, удовлетворение и деньги. Но, извините, когда она не совпадает, никто его не опубликует или его поправит. Очень серьезно. И ваши средства массовой информации, особенно телевизионные крупные компании, они явно, значит, подыгрывают одному из кандидатов. Но у меня другое мнение. Вот вы обратите внимание на второго претендента, Хиллари Клинтон. Вы возьмите вот маленький эксперимент сделайте. Когда ее показывают на телевизионном экране, закройте все части ее тела, оставьте одни глаза. А потом посмотрите, что она говорит, что она делает, улыбается. Глаза одни и те же, они просто холодные. Мне, откровенно говоря, очень вас жалко. Вас ждет очень серьезное испытание, потому что выбор между двумя этими претендентами ничего хорошего для Америки не судит. Спасибо. Сразу после новостей и рекламы мы прокомментируем эту реплику. Время сейчас нам прерваться ненадолго. В прошлой части нашей программы нам позвонил радиослушатель, который высказал сочувствие американскому народу в связи с тем, что приходится выбирать из двух кандидатов, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. И в частности он обратил внимание на глаза Хиллари Клинтон. По его словам, они, цитирую, от них веет холодом. Вот как ответить этому радиослушателю? Что можете сказать? Ну, во-первых, начну с того, что я не политик, а писатель. И понятие мое в этом, возможно, ограничено. Я прекрасно понимаю, что этот человек имеет в виду. Он, наверное, говорит, что этот человек калькулирует и рассчитывает, а не говорит искренно. Но, возможно, в этом есть какой-то смысл. Хотя не будем сравнивать с российской ситуацией, где, мне кажется, тоже не только искренность выходит из уст политических кандидатов этой страны. Мне кажется, просто политика – профессия, которая более знакома с грехами, чем с искренностью. Но, в конце концов, все-таки у нас есть выбор. Правильный, неправильный. Холодные глаза или теплые. Теплые обманы или холодная правда. Все-таки люди пойдут выбирать. И выбирать независимо. И в конце дня это многого стоит. А я не знаю, если я имею возможность спросить у этого человека вопрос обратно, но меня очень интересует первый комментарий, что вот даже Рейган был не очень интеллигентным человеком. А мне просто интересно узнать, хоть кого-нибудь он оценивает относительно, сколько нам нужно копаться в американской истории, чтобы найти кандидата или президента, который был в какой-то мере интеллигентным человеком. Я попрошу нашего радиослушателя, если он сейчас нас слушает, еще раз нам позвонить. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, выскажите свое мнение. Но, кстати, вот если взять историю, американскую историю XX века, то ведь, наверное, одним из таких признанных авторитетов политических и нравственных это Джон Кеннеди, нет? Или это тоже такая, окажется, мифологизированная, идеализированная персона? Для меня это мифология. Джон Кеннеди представлял какую-то очень энергичную, здоровую американскость, которой можно было гордиться. Но когда я задумываюсь, были ли среди кандидатов или президентов люди, по-настоящему знающие о свете, о среде, о политике, о климате, просто об этой сложной работе. Я вспоминаю Аль Гора, кто проиграл в 2000 году Джордж Бушу. Я также вспоминаю Барака Обамы, который, возможно, рассматривается как нерешительный или слабый какими-то лицами, но мне кажется, что он, как минимум, интеллигентнейший и порядочнейший человек, что меня радует и гордит, как гражданин этой страны. Дональд Трамп, он хам. Я недавно читал Булгакова «От хамов нет спасения». Он говорил про Дональда Трампа. Я хочу, чтобы моей страной руководил человек, который умный и выразительный, и умеет высказаться, и умеет понять нюанс. И даже если я не во всем с Обамой соглашаюсь, например, вопрос с Сирией, я его огромно уважаю за это. Звонок у нас. Давайте выслушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к вашему собеседнику. Да, задавайте, пожалуйста. Вопрос такой. Буквально вчера, к сожалению, по российским новостям прозвучало такое сообщение, что бывший прокурор города Нью-Йорка заявил, что во время своей деятельности прокурорской он неоднократно сталкивался с нарушениями процесса выборов, в том числе карусели. Оказывается, я только сейчас понял, что такое карусели. Он объяснили, что это одни и те же люди, голосуют столько, сколько им разрешают голосовать. Раз. Так вот как прокомментирует это сообщение ваш собеседник или наш собеседник? Спасибо вам. Насчет нарушений во время выборов в США, насколько это серьезная проблема для Америки? Я и ваш, и наш. Прокомментирую так. Я не знаю точно, откуда вы звоните, но меня в моих путешествиях через Россию, хотя точнее быть, сказать, в Москве, всегда поражала одна вещь. Вот азартность, с которой защитники России тыкают пальцем в Америку и говорят, вы видите, вы видите, у вас тоже, у вас тоже. Мне кажется, потому что им очень обидно, что им постоянно говорится, что у них неправильно или нарушается, или коррумпировано. Ну, я просто бы хотел сказать, что когда это освещается, это не значит, что у нас система невинная, безошибочная, в которой все святые. У нас тоже живут обычные люди, которые иногда сдаются разным соблазнительностям и ошибкам. Но я просто подчеркну, то, что вы сами только что сказали. Если это правда, то существуют люди, которые хотят эту информацию найти, хотят эти факты изменить и создать новую ситуацию, которая более умело, эффективно защищает права голосующих людей. То есть, если вы хотите тыкнуть пальцем, тыкнуть пальцем и сказать, у вас тоже это бывает? Да, да, бывает. Но как-то наши ошибки невозможно сравнить с той закрытой, полностью контролированной, авторитарной системой, которая, мне кажется, существует в России, в политическом смысле. И я это говорю как человек, который там бывал и имел очень душевное время. Я считаю себя гордым сторонником этой культуры, этих людей. То есть, какая-то часть моей души всегда будет там жить. Это часть души, которая никогда не будет жить в США. Но меня всегда поражает вот это качество. Оно советское, оно продолжает жить в России. Что вот такая сильная, красивая, гордая нация, как получается, что она всегда чья-то жертва, что всегда кто-то другой виноват за ее проблемы. Если бы только кто-то снял свой ботинок с шеи, то тогда бы Россия процветала. Вот этот ужасный, ядовитый миф и ложь, который распространяется в русской культуре. Откуда это? Почему не взять ответственность за свои поступки, за свои ошибки и перестать обвинять других? Особенно, когда страна бесконечно пользуется как и продуктами, так и культурой этой той страны, в которой постоянно тыкаются пальцы и говорят, какие вы плохие. Ну, у вас нет ощущения, что Россия, она просто, наверное, одной из немногих стран, которых считают равных себе или, может быть, близкой себе, это Соединенные Штаты Америки. От этого и возникают все вопросы, что вот есть одна сверхдержава, была раньше другая сверхдержава, вот сейчас Россия, как правоприемница СССР, вот она видит в Америке своего конкурента. Это и восхищение, и страх, и вообще более такие сильные чувства, чем кому-либо еще. Я сейчас скажу крайне наивную вещь, которую может сказать только творческий человек. А почему должны быть сферы влияния? Почему нельзя сотрудничать? Почему какой-то край должен принадлежать России, а какой-то край должен принадлежать США? То есть были моменты в нашей истории, когда мы находили достаточно умело общий язык и сотрудничали по разным вопросам. И вот этот, мы все как-то, хотя я должен сказать, вот эта гонка к враждебности, которая сейчас происходит, хочу использовать вот эту возможность, сказать, выразить вашим слушателям, как человек, владеющий и американской культурой, или, скажем, английским языком, русским языком в какой-то мере, но побывавший в России, в какой-то мере понимающий, что происходит там и там. Это односторонняя гонка. Ненависти к России в США не существует. А в США о России думают меньше, чем в России США? То есть вот если возьмем рядового американца. Абсолютно. То есть посмотреть русское телевидение, послушать русское радио, создается такое чувство, что русскоязычные люди считают, что американцы просто ежедневно горят ненавистью по отношению к России. И вот они думают, как заработать копейку и как уничтожить Россию. Все, вот эти две главные темы их жизни. Но это совсем не так. Среднеамериканский человек вообще не знает, где Россия. А тот, кто знает, очень уважает эту культуру, эту историю, эту литературу. И крайне любопытен по отношению, вот, вот, понять, почему эти люди нас ненавидят и откуда у них все вот эти мифологические понятия о нашей, как бы, политической позиции. Так что я должен объяснить американскую позицию как просто сюрприз, поражение и любопытность. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Хотел бы спросить у вашего гостя, как он относится к концепции так называемого русского мира. Спасибо. Спасибо. Да, концепция русского мира. Ну, наверное, наш радиослушатель имеет в виду все, что было после Крыма, после Донбасса и во время Донбасса. Вот это история. У меня создается такое чувство, что про литературу мы сегодня говорить не будем. Ну, у нас еще есть немного времени, я все-таки надеюсь, что и про литературу мы тоже успеем. Я шучу. Но, пожалуйста, объясните мне снова, что значит этот термин «русский мир». Ну, русский мир в том понимании, в котором его сейчас используют, это некое построение русскоязычного пространства и то, что, например, Донбасс, в частности, вот, попытка Донбасс каким-то образом оставить в сфере влияния России, во всяком случае, по мнению некоторых экспертов, является вот как раз построением этой новой, вот такой имперской российской политики. Я сейчас просто ссылаюсь на слова некоторых экспертов, которые это так объясняют. Вот, наверное, в этом контексте можно это обсудить. И у меня спрашивают... Как вы относитесь к этой концепции? Это, опять же, борьба за сферу влияния, если упростить, наверное. Ну, то есть... Единственное, что я могу сказать, если... Меня обижает и расстраивает ложь, так? И вы меня поправите, если мои факты, как бы, неправильные, но, как я понимаю, оккупация Крыма, так? Произошла оккупация Крыма. Он называет это аннексией. Аннексия Крыма, которая потом перепродалась миру в пиаровском смысле, как независимое проголосование людей Крыма за аннексирование к России. То есть... Не знаю, как прокомментировать, потому что то, что происходит в Крыме, в Донбассе, все эти провокации, все эти совсем неубеждаемые прикрытия, которые выдумываются, чтобы оправдать эти поступки. Это все как-то грустно и стыдно и по-детски. И также я хочу спросить, что выиграла Абхазия от того, что она стала русской территорией? Что выиграла Транснистрия от того, что она попала под сферу русского влияния? Крыму лучше сегодня от того, что он принадлежит России? Возможно, в Кремле у людей существует понятие, что российская сила должна тянуться далеко. Но я просто затрудняюсь понять, что эти места от этого выигрывают. Но здесь я даже знаю, что вам могут ответить оппоненты. Они скажут, а Соединенные Штаты, а Ирак? Насчет лжи, что не было оружия массового уничтожения. Но, тем не менее, Саддама Хусейна свергли, потом это признали. А Косовский сценарий и так далее. То есть, опять же, мы, конечно, приходим к той точке, что, а вот у вас так, значит, если вам можно, то и нам, соответственно, можно. Но все-таки аргументы, контраргументы такие тоже действуют. С одной разницей, что вот я первым признаюсь, что была продана ложь насчет Иракской войны. И американское сообщество 13 лет спустя об этом знает. И с этим как бы морально сражается. Это обсуждается бесконечно. И теперь между нами как бы держится как правда и факт, который должен насторожить в будущем. Это открытая информация, которая как бы раскрыта и обсуждается свободно. Вот. Поэтому я никогда не буду настаивать, что США не делает ошибки. Но мне кажется, существует искреннее усилие как-то раскрыть эту ложь и как-то изменить эту ситуацию в будущем. Вот. И я, например, рассматриваю политику США в Сирии очень отрицательно. Но мне кажется, ее можно объяснить, опять же, я говорю как частный гражданин США, а не представитель какой-то официальной организации, ее можно объяснить желанием не совершить опять ту ошибку, которую совершил Буш в Ираке. Возможно, эта корректировка слишком далеко в другую сторону, но я просто хочу дать понять, что у нас не так же, как у вас. Мы тоже совершаем ошибки так у нас, как у вас. Но мы стараемся их раскрыть и изменить поведение и как-то его улучшить в будущем. Давайте еще звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Еще рад. Знаете, я хотел бы немножко прокомментировать. Вот вам звонил человек, который там говорил про карусили, откровение вашего прокурора. Меня немножко удивила ваша реакция на это. Понимаете? Здесь принципиальный вопрос. Вы абсолютно не, наверное, все-таки из другого мира. Для нас Америка, да, это учитель, это ментор, который она себя приводносит во всех отношениях. У нее самая лучшая демократия и так далее, и так далее. Вы даже представителей других стран не допускаете на свои выборы в качестве наблюдателей, потому что считаете, что у вас все совершенно, да? И когда вам говорят на ваши ошибки, вы говорите, да, мы начинаем там думать, будем исправлять. Вы свои ошибки никогда не исправляете. Вы их делаете, потом признаете и делаете так, как вам надо. И во внешней политике, вот что больше всего раздражает, вы совершили так много ошибок, которые, извините, несут за собой кровавый след, сотен тысяч жертв. согласны их признать, но ничего не делаете для исправления ситуации. И такая внешняя политика ваша, да, всю жизнь, я не знаю, наверное, со времен основания Соединенных Штатов, и не собираетесь, вы же себя провозгласили гегемоном. Вот объясните мне всем остальным, вы собираетесь с этой ролью каким-то образом, значит, закончить или объяснить всему миру, что кроме одного гегемона должно быть мнение других? Еще скажите, пожалуйста, вы ведь наш гость задал вам вопрос по поводу того, есть кто-то из американских политиков, кого вы считаете приличным человеком? Так, радиослушатель, к сожалению, уже отключился. Да ничего, я с радостью ответил. То есть, мне кажется, что этому человеку мешает очень то, что он рассматривает как американская гордость. И мне понятно, что большая часть наших проблем не политическая, а психологическая. Вот. Оставлю это, больше об этом не скажу. А насчет как бы другого, я просто хочу сказать две вещи. Первая вещь, это вы во многом абсолютно правы. Но я просто хочу вам напомнить, что иногда люди, знакомые с советской или русской культурой, себе представляют, что в США также существует какая-то единость, мнение или правил, или политики. В этой стране существует огромное количество голосов и огромное количество сил, которые очень часто не соглашаются, как правильно двигаться вперед. но эти люди имеют право выражения этих позиций и как бы безопасного политического сражения, иногда сражения, иногда выигрывают одни, иногда другие, иногда совершают ошибки одни, иногда другие. то есть это вы абсолютно правы. Но это то, что называется демократия. Никто не сказал, что демократия без ошибок. Демократия это просто свобода выражать свое мнение и делать поступки по политическим верам, не боясь свою жизнь. А последнюю вещь, которую я бы хотел сказать, это всех наших слушателей, которые выражают такую сомнительность по отношению к США, я вас приглашаю навестить. Если у вас есть возможность финансовая, я вас прошу приехать и посмотреть своими глазами, что это да, а что это нет. Потому что вы согласитесь несправедливо формировать эти понятия с угбой, телевидением или с СМИ и так далее. Посмотрите своими глазами, пообщайтесь с людьми, как бы посмотрите на систему изнутри. И если вы останетесь при тех же самых мнениях при возвращении в Латвию или в Россию, я тогда только больше буду вас за это уважать. Но побывайте. Мне кажется, от этого вам станет только интересней. Ну что ж, на этом мы закончим. Сегодня Борис Фишман, американский писатель, был гостем программы «Встретились, поговорили». Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что мы снова встретимся с вами в этой студии и поговорим о литературе. Спасибо. Вадим, с радостью бы вернулся продолжать беседу. мне бы этого очень хотелось.